давно меня просите показать ужины и завтраки в отеле завтраки так себе я хочу сказать очень скудненько покажу как-нибудь но вот сегодня мы пришли пораньше поэтому можно показать ужин картошка овощи рыбка наверное капуста еще рыбка так что тут у нас еще какие-то маринованные шашлычки так суп всегда один вид обычно это суп пюре и шампиньона вот здесь это паста 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 разные виды салата но сегодня прям много так потом здесь всякое овощи 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 пицца а это стол с десертами то свете не очень и прямо шикарно бада кстати суфле вот это первый раз такое я набрала на радостях обычно в пироженки да и все но фрукты есть всегда вот такой ужин скромненько скромненько видали побольше вот желешки я люблю суфлешки люблю тоже ну и всегда есть фрукты на стойках в принципе в чем чем тут фишка какая-то странно утром напитки все доступны все у смысле безалкогольные понимаете да а вечером нет только еда а напитки отдельно вот что за жилоб есть испанский стыд есть испанский сапог а есть испанское жлобство ну вот так бывает наш ужин ужин худею аня ест суп у ребенка должно быть горячее питание бабушка слышишь аня ест суп и все в порядке итак продолжаю наш рассказ вашим просьбам о питании в отеле значит такая здесь фишка к это странная фишка по утрам завтрак ну вот прям вот реально такой яичница омлет бекон жареный такой почти всегда сосиски но они такие мерзкие ой и один раз взяла две штуки в общем откусила одну штучку попробовала я не могла это доесть понимаете это вообще не идет ни в какое сравнение с нашими сосисками какие-то гадостные вот потом значит чтобы это все чем-то полить делается такой соус знаете просто перекрученный помидор без ничего без соли без специи просто перекрученный помидор если этим полить например омлет то он вроде бы как удобоваримый ну и фрукты утром фрукты йогурты чем фишка утром совершенно нет зелени никак не какое от слова вообще не салатов ничего не помни тебе огурчика какие помидоры жаре сегодня утром ела помидоры жаре же свежие утром да я тебе могу даже фотку пока ну хорошо пусть я наговариваю ну я их не видела я видела жареные помидоры в общем все равно но это я даже не салаты что это такое один помидор какой-то несчастный завалялся в общем завтрак убогий убогий ну какая-то выпечка есть такое тоже но йогурты хорошие да йогурты разные хорошие в чем дела значит утром напитки можно соки правда не паршивые и кофе в ассортименте вот ну и значится все такой он реально скудный ты заходишь и тому что яйца бекон сосиски мужчину грудь тоска не ну конечно там нарезка еще как бы можно понятно сыр колбаса можно набрать но я такое не люблю то она какая-то невкусная не знаю тут испания принято на хамона ну хамончику нарежьте не нема такого вот но хоть напитки есть а вечером значит более-менее ассортимент и рыба и мяско уже есть и там всяко вкусная салатики появляются вечером но вечером убийца тапка они закрывают все кофе-машины вот эти все автоматы соком это не сок такое какое-то пыло ночью их тоже закрывают и все только покупать шо за бред аня зачем ты мне налила в чашку у меня же теперь есть чаша что это такое кстати кто не видел моё предыдущее видео ну конечно помою посмотрите какая у меня чаша вы посмотрите кто не видел любуйтесь и завидуйте кто видел посмотрите еще раз бомба вообще да просто такие суперские драконы чаша трех драконов я в шоке не так с лабрадором то как это магия да вы понимаете вы понимаете супер теперь я буду пить только из этой чаши и еще из этой кружки тоже кто не видел показываю какая а смотрите где фишка опа вот она фишка вот такая чашка слушайте ну чашка казалось неудобная знаете почему вот она сама чашка а вот этот бортик если чаша по одному уровню и ты пьешь ну нормально да а здесь вот это получается нужно губами вот здесь останавливаться да ну и как то она все так выливается изо рта в общем неудобно не рассчитано на то чтобы из нее пили понимаете а вот как сувенирная да не продумано тут если бы тут этот бортик гнать и был гладкий какой-то то было бы еще ничего так него же неудобно брать вот тогда в рот с этой вот штука в общем какая-то фигня фигня по практичности но красивая зараза сил нет будет у меня стоять на полке пить придется из этой придется классно классно приобретение так по ценам кстати пока я помню они сколько 19 евро до 19 евро стоит чаша и 19 евро стоит кружка честно сказать и ну конечно дороговато дороговато но если еще честнее сказать это где-то я видела у нас на ул x что-то такое подобные чаши подобные это другое было там вот наподобие как у меня которую я из батуми привезла вот с этим скелетом да но что-то такое значит они по полторы тысячи у нас на улице плюс пересылка почты вот на минуточку да то есть в принципе они вот такие вот чаши почему-то стоят как-то очень дорого не знаю почему почему-то так что наверное это нормально 19 даже 20 евро тогда получается это еще сколько это не на не сильно нормально да это сколько это 800 но меньше да где-то гривен 700 гривен 700 но такое не на я дальше буду экономней конечно я дальше буду экономней но вообще ну я не могла не купить и еще надо обязательно в кракове набрать всяких драконов там такие драконы бомба просто я же тогда не купила потому что ну самолет а теперь-то я наберу вы на обратной дороге не не дракону дракон это моя слабость но что я могу сделать но если я дракона меня просто дать меня аж трусит когда я вижу изображение драконов и ничего не могу с этим сделать это зов предков понимает вот такая история мои хорошие такое питание я все честно рассказываю все как на духу без всяких при украшении так так что ну питаться можно нормально абсолютно но если хочется изыскал каких-то то это конечно не отельная еда не было здесь ни разу чего-нибудь такого там омаров кальмаров была камбала пересушенная сегодня рыба была сочная правда сегодня рыбка была прям сочная сочная вкусненькая я продаю подсолила но это такое ладно нормально вот а камбала вчера была бибиби сегодня таким же бибиби оказалась курица такая уголками она мне напомнила какие-то свиные ушки я в общем кусочку такой откусила и оставила ну не в неудобно берешь и оставляешь на тарелке не съедаешь но оно не вкусно ну чушь я виновата взяла теперь давица в общем такое такая еда вот но я не жалуюсь я не к тому чтобы я жалую не 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 я на то что там баловано нет просто это констатация факта как есть как отель в целом хороший во первых классные номера здесь очень хорошие номера некомфортный чайничек принесли балкон шикарный вид замечательный лампа теле тут все замечательно ну просто само питание как по мне такое такое видали получаем вот ну как бы она есть да уже спасибо спасибо за то что она есть вот так что тоже хорошо йогурты у них да ну как йогурты как везде они натуральные вот не в баночках а йогурты именно такие собственного производства наверно я не уверена разливные в общем-то йогурты похоже на домашние ну да нормальный йогурт кисленький такой полезно для пищеварения вот такие дела мои хорошие вот такие здесь значит завтраки и ужины конечно есть еще обеды кстати в отеле есть система все включено кстати в этом отеле есть эта система но я не знаю меня это не интересует никогда такая система потому что днем мы в отеле не сидим мы всегда где-то бродим ходим ездим это сейчас ведь у нас пока что нелетная погода но я надеюсь что вот-вот все это как-то распогодится и мы обязательно значит побродим поездим вот поэтому мне вот это все включено вообще не улыбается а вот завтраки ужины да окей либо даже можно взять на тебя есть бывает на выбор либо завтрак либо ужин ты ходишь раз в день тоже нормальная система на когда тебе удобно хочешь утром поел хочешь вечером тоже хорошая система на все включено я никогда не выбираю бессмысленная какая-то система но по крайней мере знаете таких отелях где ну не чисто тюлени да что ты просто поел поспал поел поспал а куда-то можно поехать да потому что мы всегда выбираем экскурсии всегда ну здесь немножко заминка у нас получилось но ничего мы наверстаем ну вот такая история собственно говоря сегодня я рассказала все что у нас они еще было такое интересное а а или что у нас сегодня было еще интересно а про собак значит так пока я смотрела видео про испанию ну перед поездкой что так всегда делаю да очень много было рассказов знаете когда говорили о минусах испании о том что в испании не убирают за животными хозяева и ну да грубо говоря извините она закаканная закаканная собачками люди не приучены убирать за животными и прям идешь там и пахнет и лежит и размазано и всякое такое не я такая знаете была готова к такому повороту событий морально да вот особенно жаловались на этот город это знаете такое это гетто российское да такое как они называются это теревьеха да по моему город теревьеха такой небольшой городок вот на его счет вот прям были что там прям все загажено ну мы же не не в теревьехе но я думаю ну ладно переживем да неприятности то мы переживем я такие вообще-то хозяйка питомника ладно не такое видали но что я вам хочу сказать во первых это все глупые стереотипы не знаю по крайней мере то что я видела ни единой нигде вот такой как куречки нет на улицах мало того мы застукали так сказать на горячем даму которая гуляла со своей собачкой она уже с кулечком гуляла как приличный человек за собачкой прям сразу же убрала сразу же и не потому что она увидела что мы идем а потому что она и до нас уже была готова это сделать и кулечка у нее был в руках есть люди убирают здесь очень много гуляет собака и здесь очень много agulages собаками собак действительно испанцы любят ну по крайней мере то что я вижу да вот в этом конкретном месте действительно собак много я не скажу что они супер породные такой über средненькие и их а не везде принципе да такие средние не супер породной себе как разобраться но дело не в этом дело том что за собой за своими собаками вот здесь убирают улицы чистый на улицах ничего нигде никаких вообще мусора практически нет да стоят мусорные баки один прям стоят посреди но где им еще стоять ну где и куда их еще спрятать правда я видела знаете в каких-то странах там классно делают эти баки вкопанные под землю а сверху только такие маленькие такие какие-то штуки для мусора да ты открываешь и этот мусор весь туда под землю и уходит вот в эту емкость но такое я видела только в ю тубе в жизни не видела но вот в испании реально стоят баки в большом количестве это конечно портит окружающий пейзаж ну то такое но вокруг никто же чисто ну чисто здесь я не знаю может быть отчета не замечаю но здесь все чисто и аккуратно красиво зелено замечательно никаких какашек не знаю может быть эти какашки именно в этой черевьехе может там место такое за как она и знаете как знать я вижу только прекрасно вот честно что ж на этом мы сегодня с попрощаемся мои хорошие добрых снов обязательно увидимся приходите на канал на канале бывает все и таро и шуточки и прибауточки и сады и собаки ну и вообще поговорить и вообще поговорить и кофе тоже смотря какое у меня настроение приходите мои хорошие я всегда вам рада до новых встреч бай-бай